Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что вы не растеряли бодрость духа и хорошее настроение за минувшие выходные, поскольку сейчас нормальный, правильный эмоциональный настрой имеет очень большое значение. Ну, собственно, как и всегда. Я думаю, что те из вас, кто бдительно следит за фундаментальными событиями, уже наверняка посмотрели, что же грядет у нас на текущих пяти полноценных торговых днях, и смогли убедиться в том, что по экономическому календарю каких-либо очень интересных отчетов нас не ожидает. Действительно, неделя, может быть, по статистике будет не очень интересна. Но, с другой стороны, я, друзья, хочу напомнить вам то, что у нас в центре внимания остается по-прежнему британская валюта. И эта неделя может быть очень интересной снова для этого инструмента. Почему? Потому что сегодня у нас на календаре 19 июня, для тех, кто забыл, это как раз та самая дата, отправная точка. Календарные события, можно сказать, когда начинаются официальные переговоры между Англией и Еврогруппой, разумеется, по процедуре Брекзита. И накануне нам уже говорили, что независимо от того, что происходит сейчас с парламентом, независимо от провала консервативной партии в ходе прошедших парламентских выборов, эту дату смещать и двигать никто не будет. Об этом нам сообщило, собственно, руководство министерства, которое было сквозно специально для того, чтобы заниматься вот этим, будем надеяться, поскольку мы продавцы фунта, с этим сложным бракоразводным процессом. Кроме того, мы сейчас продолжаем пристально следить за тем, что происходит с нефтью, потому что этот актив не просто показал очередную неделю снижения в ходе прошедших пяти дней. Мы сейчас находимся на минимальном значении за весь 2017 год, а если уж продлите, за последние даже семь месяцев, то есть с заходом на конец 2016 года. И это динамика, которую мы видим уже четвертая, по-моему, неделя подряд, когда нефть валится. И в недельном, опять же, вот эквиваленте, в продолжительности мы сейчас наблюдаем самый затяжной тренд недельного обвала за последние, по-моему, два с половиной года, друзья. Это важные такие исторические, хронологические нюансы. Почему? Потому что мы на прошлой неделе по нефти получили уж очень много доказательств того, что мы все правильно делаем, продавая этот инструмент и не веря в то, что с ним может что-то системно произойти настолько хорошее, чтобы вернуть котировки Brent и активы WTI, американского, собственно, сорта, выше значений, скажем, которые мы наблюдали чуть больше месяца назад. Но по Brent я вообще сейчас сомневаюсь в том, что мы сможем оказаться выше 55 долларов за баррель. Напротив, я снова акцентирую ваше внимание на прогнозах ряда инвестиционных банков, которые были спешно пересмотрены. Опять же, исходя из последней статистики, прогнозов, которые сейчас вызывают просто ко всем, кто торгует этим активом. Одумайтесь, ни в коем случае не покупайте его, ставьте на ссыл и будет вам профит. Потому что с каждой недели у нас плюс какой-то маленький фундамент, ну, в прошлое это не маленький, а несколько, собственно, докладов от Международного инвестиционного агентства, Администрации инвестиционной информации, от ОПЕК, которые позволили нам лишь убедиться в том, что мы правильно делаем, что даже краткосрочно ставим на продажи всего рынка черного золота. Ну, собственно, так вот я перешел к нефти. Давайте все-таки поговорим про этот актив чуть подробнее. Хотя текущие котировки, они позволяют нам спокойно смотреть на этот инструмент, потому что мы видим, что каждую практически торговую сессию нефть становится по стоимости все ниже и ниже, забирается все глубже и глубже. И то, что в пятницу мы увидели локальное восстановление, друзья, это ничего не значит. Я думаю, то, что это, напротив, нормальный порядок вещей, потому что после серьезного ослабления логично рассчитывать на то, что нефть даст обратный откат. Ну, это фиксация результата недельного, это эффект пятницы классический. Те, кто знает, что это такое, понимает, о чем я говорю, действительно, возможно, он тоже сработал. Хотя, с точки зрения, опять же, фундамента, вы помните, у нас на десерт, собственно, под конец недели был отчет Бейкер Хьюз, и мы традиционно замыкаем в пятницу не совсем логичную реакцию на этот отчет, потому что уже 22 недели подряд число терминалов растет, но знаем то, что как только после выходных возвращаемся на рынок, у нас прям первая торговая сессия, еще одна возможность, чтобы вернуться к отчетам прошлой недели и продолжать ставить на сел. Собственно, по статистике Бейкер Хьюз, плюс 6 штук, плюс 6 единиц нефтяных терминалов, рост с 741 единиц до 747, максимальное значение с апреля 2016 года, даже 2015 года, друзья. И, значит, у нас снова предпосылки дальнейшего роста нефтепроизводства и нефтедобычи. Основной признак, фактор, основная причина слабости актива – это скепс по поводу эффективности сделки ОПЕК и убеждение, убежденность, скажем так, все большего количества трейдеров в том, что мировой рынок нефти вынужден будет находиться вот в этом состоянии переизбытка и дальше. Мы делали выводы об этом еще до того, как были опубликованы последние отчеты и доклады влиятельных и серьезных ведомств, лидеров, мнения. Но я лишь снова напоминаю вам то, что на прошлой неделе Международное политическое агентство подвело, собственно, итоги по поводу того, на каком сейчас значении находится мировое предложение. И вывод был, конечно же, ожидаем, позитивный для медведей и крайне негативный для покупателей, потому что Международное политическое агентство сообщило о том, что запасы в этом году и, скорее всего, и дальше будут превосходить больше, чем на 350 миллионов в среднее значение за последние пять лет. Плюс ко всему, Международное политическое агентство ставит на то, что в Штатах вкупе еще с несколькими регионами в ближайший год нефтедобыча вырастет больше, чем на полтора миллиона баррелей. Общее производство достигнет таких объемов, на которых не найдется спроса, поэтому вы помните вот этот болезненный, конечно же, для покупателей вывод в прошлой неделе от этого агентства, то, что даже в 2018 году рост предложений будет существенно обережать спроса. Мы готовимся к этому, мы понимаем то, что помимо этих докладов, которые, я уверен, будут меняться, пересматриваться из месяца в месяц, у нас есть рядовая статистика. Запасы нефти, традиционный отчет от Министерства энергетики. Кстати, на прошлой неделе этот отчет стал причиной ослабления ценовых позиций черного золота. Даже несмотря на то, что запасы снизились. Но выводы, вы помните, какие рынок сделал. Запасы снизились не на такую значительную величину, на которую прогнозировалось. Да и плюс ко всему, очень сейчас парадоксально наблюдать статистику по росту бензина и дистилляторов. Запасы бензина в летний, в разгар летнего автомобильного сезона, это лишь подтверждение того, что потребительский спрос находится на крайне скудном и низком значении. Это тоже очень важный медвежий фактор. Если мы и в эту среду получим похожую статистику, то есть запасы бензина снова вырастут, друзья, тогда это уж точно железобетонный сигнал того, что штаты у нас будут уничтожать, в прямом смысле, рынок черного золота и дальше. Ну, про проще агентство, давайте, ну, кому это интересно, вы можете посмотреть, собственно, брифинги прошлой недели, там еще про ОПЕ говорили, про конкретные цифры, про администрацию энергетической информации, про прогнозы по добыче с их точки зрения в Штатах в этом году и в 2018. В целом вся эта статистика только поспособствовала тому, чтобы рынок, собственно, провалился к 7-месячному минимуму и на текущий момент мы наблюдаем котировки 47.23. До нашей с вами цели 45 остается, ну, совсем чуть-чуть, то есть еще один какой-нибудь фундаментальный фактор, та же самая статистика тольника или среды, и мы сможем увидеть нашу заветную цель в 45 долларов за баррель. Я надеюсь, что вы уже давно находитесь в коротких позициях и также вместе со мной тащите нефть к этому рубежу. Российская валюта 57.61, немного нам остается до отметки 58, я думаю, что эта неделя будет крайне неудачной для рубля, поскольку факторов какой-либо поддержки уже нету, нет причин, скажем, удерживать курс рубля на более-менее оптимальных значениях, которые не провоцируют никаких ненужных разговоров, особенно прошлая неделя еще была интересна прямым эфиром Владимира Путина. Может быть, если порассуждать, действия монетарных властей и позиции курса рубля отчасти были связаны и с тем, чтобы не было ненужных каверзных вопросов. Потом, друзья, у нас миновало заседание Центрального банка, вы помните, что ставку оснизили на 0,25 базисных пунктов, это, конечно же, ерунда, каких-либо судьбоносных последствий для российской валюты из-за этого уже, в принципе, не было, поэтому если не было моментальной реакции, значит, в контексте, опять же, российского регулятора отложенной реакции тоже не опоследует. Поэтому снова следим за тем, что происходит с нефтью. Ну, я думаю, то, что оттягивать уже неизбежный сценарий того, что рубль должен катироваться выше, ну, действительно уже некуда. Очень трудно, мне кажется, сейчас находить причины, я вообще, в принципе, затрудняюсь найти, чем можно оправдать сейчас достаточную бодрость рубля против своих основных конкурентов. Ну, наверное, всему приходит конец, и в данном случае такой крайне нелогичной динамике, нелогичному поведению курса российского валютного инструмента. Цель 58. Думаю, то, что как только это значение падет, мы вряд ли остановимся на этом рубеже, импульс роста продлится, собственно, и дальше, и, соответственно, пара может оказаться на еще более высоких ценовых значениях. Доллар японская иена. Котировки 110.98. Если говорить про минимумы, которые были показаны, конечно же, доллар оклемался за последние торговые сессии против иены из-за актуального и интересного новостного фону, хотя он не такой уж интересный, поскольку никаких изменений не произошло, напоминаю, что в пятницу по факту заседания Банка Японии основные параметры японской денежной политики остались без изменений. Ставка на прежнем значении минус на целых 1,1% объема покупок активов 80 миллионов йен в год. Также Банк Японии по-прежнему таргетирует показатель доходности десятилетних бумаг в районе нуля. И единственное, что было интересно лично услышать мне, поскольку я все-таки стараюсь лезть за контрастом этих коммунитарных политик Японии и, соответственно, США, так это то, что Курада изменил, собственно, риторики, которая была характерна для него ранее. И если еще, скажем, в начале 2017 года я точно помню довольно-таки оптимистичные заявления о том, что Банк Японии неуклонно движется к реализации цели и успешному подавлению низкой инфляции, то вот что было сказано в пятницу, корни уже меняет такой, собственно, подход к, ну, по крайней мере, в словесном формате к тому, что происходит, потому что Курада еще раз снова отметил то, что никак не удается достигнуть целевых показателей по инфляции. К сожалению, в связи с этим программы количественного смягчения и прочие экономические стимулы и дальше вынуждены будут сохраняться в прежнем формате. Банк Японии даже не обсуждал возможность выхода из текущих инструментов и стимулов. Ну, это очень схожая риторика с той, которую мы слышали от Драги буквально недели ранее. И, соответственно, те проблемы, которые были обозначены, вот, кстати, оказывается, что в Японии ранее я недооценивал, но сейчас я возьмусь за анализ этого сектора, очень серьезные проблемы с рынком труда. И из-за того, что этот рынок сужается, это оказывает понижательное давление на динамику заработных вкладов. Тоже, между прочим, проблемам, которые сейчас характерны не только для развития Японии, но и для многих других развитых площадок. Это все следствие вот этих глобальных мировых трендов, которые, к сожалению, указывают на то, что при сохранении понижательного вектора на цены на энергоносители инфляционные показатели тоже будут все-таки стремиться, опять же, к минимальным значениям и по-прежнему будут очень далеки от целей в 2%. С Японией, с Банком Японии разобрались, если экономические стимулы в прежнем формате будут действовать, значит, единственное, что может укрепить позиции курса японского валюты, так это снова какое-то ЧП, происшествие на глобальных рынках политики, в глобальной мировой экономике. Пока что он спокойный, значит, мы можем фундаментально делать ставку на ослабление иены. Ну и что касается доллара, друзья, здесь абсолютно противоположные выводы. У нас была возможность понаблюдать заседание ФРС, на прошлой неделе вместе подвести итоги, то, что ставку повысили по федеральным фондам, то, что пересмотрели в сторону улучшения прогнозов по экономическому росту и, соответственно, по занятости. Это позитивные моменты, которые подтвердили тот факт, что ФРС будет и дальше находиться на тропе более жесткой монетарной политики. Приоритет – это нормализация денежно-кредитного курса, значит, готовимся к следующему, собственно, заседанию, ну, скорее всего, к сентябрьскому, когда в следующий раз американский регулятор выйдет на очередное повышение процентной ставки. Но сейчас, в последующее заседание, нас будет что еще интересовать? То, что ФРС начнет постепенно сокращать баланс. И это тоже, на самом деле, позитивный фактор для тех, кто делает ставку на покупку доллара. Поэтому, друзья, мы сейчас следим за американской валютой и, в соответствии с нашей прошлой рекомендацией, с нашим прошлым глобальным анализом, который мы провели, доллар и японская иена находятся в восходящей динамике сейчас. И пока держится отметка 110 иен против доллара, будем ставить на то, что с большей вероятностью эта пара будет стремиться в район 113-114. Ну, а я, со своей стороны, буду вместе с вами следить за статистикой, за комментариями представителей ФРС. Вот, кстати, сегодня день вроде бы как для доллара, скорее всего, вяленький, но есть выступление на повестке в 15.00 по московскому времени Дадли, видимо, и в 2 часа ночи уже, то есть с понедельника на вторник, выступление Эванса. Послушаем. Завтра я, разумеется, расскажу про все самое интересное, если будут какие-то изменения. Хотя это два представителя, которые радуются жесткую монетарную политику. Надеюсь, что их, опять же, комментарии должны все-таки оказать поддержку американцам. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. 1.1193 после слабости, которую мы наблюдали в четверг, в пятницу практически все, все потери европейская валюта снова выбрала, выкупила. В пятницу мы видели самое настоящее противостояние двух фундаментов. Ну, судя по тому, что евро все-таки вырос, значит, можно сказать, что у позитивных факторов было больше. Но я советую снова копать глубже для среднедлагосрочных трейдеров, потому что негативный в пятницу фундамент также был. Индекс потребительских цен и самое интересное базовое значение снова у нас, друзья, снижение. 1% в годовом выражении уже очередной спад с отметки 1,2. В месячном вообще нет никакого прироста. Если в прошлый раз мы видели рост на 0,5%, то сейчас это уже нулевая отметка, пограниченная. В следующем месяце будем уже, скорее всего, на отрицательной территории. Если бы на рынке не было другого позитивного момента, евро, скорее всего, бы еще сильнее просил. Но вот в пятницу на финансовой площадке пришли сообщения о том, что тройка территоров одобрила предоставление очередного транша Греции. Это тоже очень интересный фундамент. Вот эти постоянные баталии у них, словесные перепалки. Некоторое время назад мы с вами спекулировали на негативе, потому что, помните, в немецком издательстве появилась статья сообщения, опять же, со ссылкой даже на какие-то официальные источники, что греки готовятся сделать очередной ультиматум тройки территоров и не хотели исполнять свои долговые обязательства в рамках расчета по текущим пакетам помощи. И тогда мы с вами разобрали эту ситуацию и оценили два, скажем. Точнее, не два, а пришли к простому выводу о том, что если тройка не одобряет очередной транш калитных ресурсов, значит, греки не будут исполнять свои обязательства по прочим долгам. Это очень сомнительная игра, но судя по тому, что она уже продолжается три года подряд, даже, можно сказать, четыре, наверное, неспроста, греки знают, что делают и знают, что в любом случае еврогруппа не зайдет для того, чтобы предоставить им необходимые кредитные ресурсы и ликвидности. На эту, собственно, тему, на этот фундамент в пятницу трейдеры обратили больше внимания, поэтому проигнорировали статистику по инфляции и, собственно, подкупили евро. Но, с другой стороны, друзья, может быть, даже не ситуация вокруг Греции повлияла на спрос на этот актив, а наше с вами доброе позиционирование и рыночные сантименты, о котором я говорю вот из недели в неделю. То, что сейчас снова ориентируясь на показатели Каймана, есть возможность, как раз, срочно попробовать прокатиться до отметки 1.1350, может быть, даже 1.14. То есть те, кто хочет рискнуть, это даже больше по авторитетности сейчас идеи, нежели долгосрочные продажи, потому что пока я все тело на них поставить не могу. И фунта. Сегодня, друзья, снова я делаю на него акценты, потому что в прошлой неделе, безусловно, у нас была интересная с точки зрения фундамента, начиная от провальных отчетов, кончая очень, скажем, неожидаемое для рынка распределение голосов по факту и решению по процентной ставке. Вы помните, вместо прошлого 7 против 1, 7 против повышения, и один блок самокаперти голосовал за то, что ставку нужно повысить. Судя по результатам последней недели, стало ясно то, что баланс его немного изменился, из-за повышения процентной ставки уже выступают трое представителей Банка Англии из восьми голосующих членов. Но фунт все равно далеко не забрался, потому что, опять же, детальный и фундаментальный анализ позволил сделать вывод о том, что особого системного слома, опять же, в настроениях не произошло. И, плюс ко всему, за повышение ставки голосовал Хоббс, который уже не будет принимать участие в следующих голосованиях, поскольку полномочия уже истекли. Значит, баланс его теперь не 5 против троих, а 5 против двоих. И думаю то, что при сохранении, опять же, дальнейших показателей роста инфляции, а сейчас она уже находится на отметке в 2,9%, и Банк Англии сказал то, что индекс уже вышел из-под контроля, и осенью мы ожидаем 3,3,2% по инфляции. Соответственно, это уже окончательный гвоздь в крышку гроба потребительской активности. Друзья, нужно готовиться к очень серьезному экономическому спаду, и я надеюсь то, что этот спад у нас будет возможность отыграть через слабый фунт. Но с большей вероятностью я сейчас ставлю на коррекцию британской валюты, поскольку у нас стартует процесс переговоров по Брекситу. Здесь мы понимаем, в каком состоянии сейчас находится правительство, какое давление оказывается на премьер-министра Терезу Мэй, и насколько трудно ей будет отстаивать интересы английских граждан, поскольку действительно серьезной поддержки, да и фактически какой-либо поддержки у нее сейчас нет. Уже нам обещали жесткие переговоры, жесткий процесс Брексита, и осталось только увидеть, как эта жесткость скажется на британца. Цель, как и раньше, 1.25. И по другим валютным активам. Золото у нас сейчас находится практически рядом с отметкой 1250. Если пробьем этот рубеж, будем искать возможности для продажи. Американский фондовый рынок S&P 2435,7 пункта немножко опять не достает нам до цели 2450, но я думаю, что может быть и эта неделя будет результативной. Очевидно то, что трейдеры не хотят покидать фондовую секцию, независимо от тех обвинений, которые идут в адрес этого рынка, о том, что это не рынок, а самый настоящий пузырь. Понимаю то, что можно еще выжать из него последние соки, ну, собственно, как и мы, друзья, мы тоже хотим увидеть более высокое ценовое значение. Никакой негатив сейчас не сказывается на поведении американских фондовиков и тех трейдеров, которые следят за тем, что происходит с S&P, с NASDAQ, с Dow Jones. Нас интересует больше S&P. Цель 2450. Надеюсь, что вы уже находитесь в покупках, потому что мы реально очень высоко забрались по этой секции за последние пару месяцев. Ну, на этом все. Хорошего торговой недели. Соответственно, увидимся завтра в 9.30 по московскому времени. Ну, и также сегодня в 16.30 по Москве пройдет традиционный вебинар «Правильный понедельник». А с огромным удовольствием всех вас туда приглашаю. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok